Мы в Нью-Джерси. Прикол, да, и Сузо Трак Дизель. Они, короче, продают прямо вот так. Там есть конкретный store Starbucks, а это киоск, прикиньте. На улице можно покупать кофе. Первый раз вижу. Йо, бро, ну шо ты, you ready to work? Студент на Лассин сдал только что, сейчас будет ехать. Выехали на Майами. А? Не понял. Я не знаю, я обычный кофе беру. Нет. Смотрите, вот меню такое. Сколько еще, бро. Вообще прикол, конечно, как военный трак. Студент за рулем. Первый раз в рейсе. Первый рейс. Первый раз в первый класс. Вчера получил все это на лакбук. Да, сразу на работу. Америка выгоняет студентов. Я только не успел Лассинс получить, уже за рулем тарабанит. Молодец. Второй день опыта. Едет нормально. Обгоняет тоже нормально. Не страшно. Даже слишком. 75 миль в час. Так что ты там притормози, если что не надо. Короче, прем по Северной Каролине на Колумбию. Смотрите, поля. Деревни. Едем на Колумбию, Южную Каролину. Сегодня будем скидывать на Кармаксе все тачки. Всем машин скинули и пустыми пошли на Майя. Смотрите, тачки, ребята. Ниссан Скайлайн. Пару раз видел только такую машину. Япошка. Кто-то переезжает. GT. Старичок легендарный. Норско-рландские номера. Видел, кто-то на ней горцует нормально так. Руль с правой стороны. Настоящий японец. Видите, как за диски завязываем. С-под низа что-то как-то привязал. Короче, как может. То, как может. Короче, мы тут докатили уже со студентом на Южную Каролину. Осталось буквально пару часов до Кармакса. Я думаю, что если повезет, сегодня скинем все машины. Я на Флориду. Сразу сквозанем. Ну, что ты, бро, проверил все, короче? Я учу, чтобы проверял все эти, все страпы, чтобы... Не, нормально. Если попробовать, если она типа, ну, как струна тут, что что-то. Да, все нормально. Просто поглядывать надо, понял? Идем на пилот, что-нибудь перекусим и все. Будем заезжать в ливень. Вон, мотоциклисты заранее остали. Спереди прям видно. Ливеняка такая. Смотри, как красиво седина, да, идет? Ну, туча, видишь? Вот эта тучка. Она реально сейчас... Сейчас, бывает, залетаешь так... И сразу щетки врубаешь. Свежак пошел, да? Ну, сейчас будет духота. Это маленькая тучка, мы ее сейчас проедем. Все, мы, короче, на этом, на CarMax. Ранжирова, вернись от дилера. Слишком? Да, тебе надо будет сюда... Подожди, направо, да. Сейчас, подожди, пускай он выйдет, может... Керриер опять направо, да. Сейчас посмотрим, как... Все, пускай выезжает, а ты заезжай. Бери шире, чтобы тебя прошел с правой стороны трейлер. Заезжаем на CarMax. Все, нормально, тут проходишь, тут бери максимально влево, чтобы ты мог зайти в этот поворот сейчас. Какой? Максимально влево бери, максимально. И направо, вот в этот поворот. Сюда, да? Да, максимально влево, потому что... И протягу, ну, чтобы не ударить то дерево, давай направо и право. Сюда, да? Да, да, заворачивай уже давно, иначе не завернешь. Так, там дальше у нас камни. Сейчас тут вообще надо аккуратно. Давай, пошел. Тут проходишь, реально. Уже легко проходишь, ты видишь. Заворачивай право максимально теперь. Да, вот тут тебе выравнивай, уже выравнивай. Все, чтобы бордюр не бить. Теперь максимально держись правее, максимально. Чтобы ты мог вот эти камни трейлером не зацепить. Видишь, они специально поставили. Прямо протягу, 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 да. Протягу, нормально. Тут нормально, да. Как ты видишь, тут не сильно близко. Теперь заворачивай, начинай потихоньку заворачивать. Заворачивай, 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 потому что ты можешь, все, выравнивай чуть-чуть. Так, держи, примерно вправо, 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 вправо. Ну, тут нормально, в принципе, ты проходишь. Я нормально. Да, ты проходишь, тут не так узко. Но есть тут такие узкие места. Деревья. Держись чуть-чуть подальше, но в основном тут нормально, широко. Все, можешь прямо ехать, и есть трак стоит. Короче, у нас идет это, как его, практика городской езды. Особенно на кармаксе, где все узко по камням. Тут четко. Нормально, нет, нормально получается эти, серьезно. Просто ты заранее смотри, как тебе надо широко взять, как узко. Вот сейчас держись чуть правее, ты сильно взял, например, влево. Потому что тебе же надо левый сейчас поворот. Я чуть-чуть выровняю его, он бок. Ну да, выровняю, но тебе надо будет вклиниться, вот где эти траки. Тебе же там деревья, я же не хочу сильно близко, там уже выше. Да, и тебе надо где эти траки как-то стать. Мы, наверное, не станем, потому что тут сильно узко. Просто возьми, протяни максимально к ним. Мы прямо тут разгружаться будем. Я не понимаю, они что-то ночуют здесь, что ли? Как нам выезжать потом? Стой, дальше тяни, дальше проезжай. Правее еще. Дальше, дальше, дальше почти упирается, считай, колесом, а потом начинай заворачивать, чтобы тебя хватило слева места. Понял? Ну, короче, стоп. Стоп теперь. Это, я не знаю, эти ребята разгружаются или выгружаются. Тормоза вытаскивай. Нейтральную. Нейтральную, это ты мануал включил. Нейтральную, да. И все, обороты поднимай. Старайся руль на месте не крутить, потому что резину портишь. Но, anyways, ну как бы сразу в руле, когда едешь еще. Все, нормально. Погнали. Все. Начинается съемка. Что ты? Работать готов? У себя я готов. Опа. Что-то, ну, короче. Сейчас я поднимаю этажи, а ты пока развяжу тачки. И погнали. Так, сгоняем тачки, сразу две вместе. Главем, конечно, классно работать. Базару легче. Так. Отвозим их сразу по две машины. Бам-бам-бам. И все четко. Все, давай. Давай за мной, поехали. Тормоза скрипит. Включи оставляю в машине. Все, туда заезжай. Хороший крест-строк. выключай ключи в к в этом в капхолдер кидай онлак полностью чтобы сделать чтобы она все открыто было не она открыта открыто все погнали еще 2 часа до до по 2 быстро получается да смотрите кармаксовских стоят я говорю трахе кармаксовский зачем ты собой будешь брать траки банка фред лайнер старый среди когда на запаковал он видно только возит колесите китайский резин только возит кармаксовские тачки а вот они траки кармаксовские дайкабы с такими трейлерами как у меня уже показал не раз обалдеть сейчас мы за полчаса раскидаемся пойдем посмотрим машинки и поедем на флориду до поднять поднять уже две выгнали все на месте я тоже сюда шугаюсь когда вроде как брал вроде нет короче садись давай практикуйся руслан будет выгонять пикап трачка тут такая ситуация что вообще впритык и даже залазить сюда вот так вот надо и выгнать потому что с другой стороны зеркала тебе не надо в окно выглядываешь в левую сторону и просто смотришь на колесо потому что сна ровно его выгнать полностью открываешь вылазит как башку не зацепить за спрейлер то это опасно пока перед заднюю скорость врубай до ручник убирать ножник он на ногой ручником ручник убирать не знаю вылазь в окно и так не выгонишь и вот точно как он есть так и иди чуть-чуть повернул значит уже неправильно там такая железяка сейчас будет ее надо будет это нормально он высокий пошел пошел крыша нормально здесь точно поэтому короче практика тебе как раз будет то что надо а крыша здесь полкните ремень не снял не все снято ручник снял не все снято все снято давай это тормоз газ не жми ты жми только ты выглядывай смотри тут нормально не пойдет выглядывать и выглядывать смотри не будешь выглядывать и не выгонишь ты чё зацепишь 100 процентов дипа шабу с вами врачок это еще легкий вот так и иди и не не сворачиваю рулем не руленик ну не кричит и ты нормально выйдешь прям по краешку гости босс нормально тут гала крыши 3 петра ну спешить не надо поэтому тебя время куча ну иногда конечно тебя подгоняют менты если ты не выгонишь за секунду тики дадут поэтому сразу тренируйся какая-то когда на дороге на обочине стоишь так не отлично все пошел голода с той стороны у тебя еще лучше у тебя с этой стороны в принципе точно так же да вот я тебе говорю держи никуда не сворачивает и выгонишь его нам а давай заезжай тут типа бамперов да 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 вот пошел пошел это как бы наверх уже отлично давай давай так иди и смотри как как бы зеркала боковины пока ты держишь колесо культу нормально давай давай хорошо дожду на нормально дайди давай давай пошел пошел давай давай руль так же ровно держи до пары красивую этого совета да да отлично съезжай руль чуть-чуть влево да да чуть-чуть левая пошел 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 давай 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 надо да давай пошел 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 да хорошо идешь давай съезжать рулю ровно стать ровно руль вот тогда пошел газу газу не бойся ровно руль стать вот тогда пошел нормально 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 давай выгоняет из твоей стране нормально там тоже ничего тут конечно чуть ближе руль чуть-чуть и вправо еще правее давай съезжай теперь ровно не не так сильно чуть-чуть еще право вот так да 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 давай 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 пошел 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 руль чуть-чуть вправо и скатывается давай да все теперь ровно вот так все ушел сначала когда первый раз спускаешь такие машины я по себе помню какой стресс нормально потому что думаешь зацепитесь и такой все короче отвозить отвозить замыкай ой отвози ключи в капхолдер и окна закройную машину не замыкать классный шеви конечно все дома все этаж первый вышел сейчас развязываем этот я уже эту сторону все снял короче смотри ты можешь если так неудобно лишь эта штука ты можешь становиться на не это чтобы становиться все до конца смотри до конца я опускать одной рукой а другой просто тени за ремень ну да сначала не удобно потом поймешь как как хвататься правильно как обезьяна там будешь при все это просто с кольца скидываю все потом снял ее очень легко сейчас мы буквально два раза съедем и трейлер пусто как оно это держись за палку за это тоже встань как тебе удобно понял за колесо держишься и снимаешь эту штуку короче practice real time practice можете присесть понял чтобы не стоять так будет легче первый шаг это до конца вот эту штуку опустить понял там за ремень просто тянешься все с колеса скидываю просто махом и раз все изи бро изи можешь кроссовки одевать вместо тапочкой то я уж тут бывало дальнобойщик шорты и тапочки короче смотри как легче тут залазишь на этот фрейм на колесо ногу ставишь до залазишь короче на резкими двумя движениями это движение классно туарег тоже в 6 короче такие дела ребята мы в коламбии разгрузка полным ходом и тут один крючочек короче тема вообще как профессионал руслан красава это не очень смоешь что смотри теперь короче мы берем два ключа от фордов один ты один я выгоняем потом мл турек и все и мы уехали собираем ремни за полчаса считай разгрузились very good не нормально загонять выгонять это это самое такое значит кропотливо где можно ударить поэтому надо практик короче сейчас потренируется человек на кархолере потом можно потренироваться на рефере упачку я груша потренируйся включая гандишин там потренируйся на тачках потом потренируйся на рефере еще на чем-то есть конечно но надо работать в смотри тут тоже варианты пути надо выглядывать чтобы тебя колеса как бы ты сейчас ровно стоишь если так ровно сидишь это нормально ты не уйдешь туда назад но вообще примерно вот одна дырка чтоб оставалось не 2 2 это даже многое стал одна оставалась и ты будешь ровненько на любой легковушки ручить может даже право чуть-чуть буквально чтобы выровняться или просто ровно съезжать давай давай вылетай сдавай назад вылетаю потом но и есть туда я сейчас да нормально но тут есть смотри есть длинные тачки бывает бампер может цеплять понял здесь бампер более-менее не цепляет если будешь загонять там панамеру еще что-то тут надо можно доски подковать подложить ну да так платформа ходить можно на старых трейлерах этого не было они доварили он может еще не завестись потому что у нас не была проблема тогда сладок завелся это шум туда у нас не заводился фу жарко пробок до жарко все поехали Мне нравится хорошая Ford Fusion тачка Такая на повседневку Достаточно американец Хотя в Германии они как-то тоже называются Или Mondeo Или еще как-то помню У нас они Fusion мягенькие такие Все качественные Два Ford Autics Все забрал Да, вдвоем гораздо быстрее работать Однозначно Оперативник это Выкидывался Автостекла Все авто закрываются Это круто Ключи оставляем Машинку отмыкаем полностью Чтобы она не это Оба СЕ Вот это не заводился у меня А этот заводился Зарко, да? Ну Юг Южная Каролина Раз, два, три, четыре Раз туда сходил Два, четыре Да, да Я сейчас бы бегал бы нормально Я что и говорю Что вдвоем работать быстрее гораздо А можно и четвером еще Двух мексов нанять Каких-то по два доллара в час платить Да И кататься Что это стыд здесь? Непонятно Пошел загружал Да, верно Но понедельник Две последние тачки Аккуратно по боку Не шарахнись Зимой тут когда лазишь Тут видишь тут как бы Не, это нормально Ты цепляйся, да Но все равно Может попасться голое железо И ты можешь навернуться Ну а здесь уже можно шейки открыть А Мишка Че? В смысле Зачем? Ну, ну Ты по зеркалам не можешь смотреть Только башку вытаскиваешь И И смотришь в бок Потому что по зеркалам Ну как бы можно Но Как удобно, короче Можешь зеркало открыть Но Смотри лучше И на улицу Голову вытащил И по линии ездить Ровнень Только подожди сейчас На, душно Здесь не сильно жарко Встал бы Великий дамаг Здесь есть Я его записал Все нормально Снимал там Торы Хорошая машина I like it Но в Америке Больше их выпускать не будут Эта машина была Заменена Заменена была она Атласом Менее качественным Атласом Более семейный Семиместный Этот более как X5 Такой он Пять мест Он люксовый У него вся отделка Хорошая А Атлас он такой же Ну так все Хуже он, короче Реально Он едет Хуже Мне кажется Хотя Надо протестировать А потихонечку Давай Бро Главное Газ тормозом Не попутай Главное Газ тормозом Не попутай Не нормально Для первого раза Получается классно Руль чуть-чуть Правее Дай Выровняйся Давай Давай Не ссы Лучше быть аккуратным Чем сильно смелым Не Право Руль Право Руль Право Право Потому что Ты как бы Уходишь сюда Носом И повыравнивай По линии Да Нормально Вот так съезжай Ровно 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 Да Вот так Съезжай Че там Первый раз Да Тоже конечно Очковал Я вообще Первый рейс Не это Ездил Наверное Первых Пять рейсов Даже не сгружал В машине Да Выйди Посмотри Да Нормально Не сгружал Даже тачка Просто боялся Думаю 300 лет А потом Когда как бы По чуть-чуть По чуть-чуть Начал загонять Вгонять Вообще Не проблема А когда уже научишься Залетаешь Просто даже не смотришь Ты уже знаешь Наверняка Что ты По твердой поверхности Едешь Вот так вот Работаем Страшно Страшно Слушай Ты только Контролируй Свою сторону Вторая Автоматически Будет нормальная Колесо Выровняй Вот так Съезжай Ровно И все Ну тогда Влево Руль Влево Руль Влево Да Вот так Съезжай Нет Чуть-чуть Чуть-чуть Право Вот так Да Вот так Пошел Ровно Руль Ровно Ровно Ровнее Вот так Нет Чуть Давай Влево Руль Влево Руль Вот так Съезжай Вот так Ровно Да 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 Все Пошел Пошел Нет Да Да Сначала Для первого Раза Нормально Молодец Все Видите Криво Сразу Занес Криво И Съехал Криво А так Если Ровнее Держаться То Видите Я ровно У меня Получается У меня Получается Видите Прям По этой Ровненько По линейке Как бы Уже Когда Ты Свою Сторону Контролируешь Вторая Автоматически Поехали Дальше 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 это конечно не пацаны же сидят ждут нас фармакса с ключиками закрываем это наш последний машин торик хорошая машина мне нравится ml тоже ничего все глушим ключ и бросаем вы олдом фуэр ольдом нормально всех сразу сразу подвинул раз подвинулся пойдем все пустой прицеп осталось только собрать собрать ремни это выкина не нужно оставить ключей за собрать ремни трейлер пойти помыть руки туда посмотреть платить тачки и поехали дальше и не убрали все сейчас будем поднимать это же давай видимо смотри тут свеча такой был он не работает его зимой всегда жирает буквально вода такие просто два пруда их соединяешь понял вот это платформа средняя это крайне мысли вот сюда просто бери двумя руками в охапку и сюда просто не маслай обычно в охапку просто бери они соединяются да и вот это верхний подымай это край это сначала крайне задней подымать давай давай дави дави масло просто не гоняло подымай что сейчас нам по барабану так оставь теперь подымай среднее нет да сюда это вверх да это средняя чем не подавать это просто в охапку бери просто только мне бахну и это же 12 вольт и прикралась ты слышишь моторчик не работает и я не поднимешь давай вверх быстрее быстрее все так на пару дырок все хорош хорошо отпускать все-все-все а ну вот видишь вот это тоже она чуть приспущена да это черная только берет вера до подыми и вверх до конца хорош все все отпускать просто старайся на ну на холсту не гонять потому что она типа плохо все вставляешь шплинты сюда мне это запасной вот она лежит третью дырку все зашплинтовываешь выравниваешь не ровнее ровнее посерединке ставь его так чтобы он когда пускать будешь не защемило вправо его как право вправо вправо сам шплинт вправо у нас как бы на вытас на вытас да вот так вот так только не так теперь дальше вот так еще дальше так не да не так вот тогда вот так это четко посмотри сейчас и запомнил это все так и должно быть даже конечно будешь смотреть потом на себя скажешь блин чувак ты чего ты гонял вот блин хочу просто чтоб ты сам своими руками сделай теперь ты потом знаешь олен вот он лишь ручка вот внизу внизу на себя на себя на себя я просто тянет пружина на распринтовывай руки и понял да я ее одним махмурки и не так двумя хватать ну да вот все и ставь дырки в данную самую как бы как какую те надо короче ну сейчас сейчас вот самая самая нижняя дырка потому что мы ничего грузить не будем я говорю вот этот так и будет идти да все да вот пока так потом мы его опустим когда будем загонять все машины наверх или подымем когда все на низку мы загоним по сначала чего подымать сначала грузится сначала первые по-разному ты ты можешь поразить от машина заместности куда машина идет и все планируешь грузишь сразу вот и вот круг делаешь смотреть вот зашплинтовал бам-бам-бам сразу нижние до засовы но отдел бы перчатки придерживаешь на себя да на себя эту пружину подымаешь проверяешь все хорошо чтобы она не не пружина ну да эту штуку смотри я обижу ну да я хочу объяснить что когда они зашплинтовывать она бывает бух застряла и ты просто быстро машинально сделал ты уезжаешь она выпадает и рампу короче теряешь рампа стоит этот рампу знаешь сколько 600 баксов но это так это так просто чтобы не зря работать знаешь бывает так что у меня пару раз вылазили тут одной рукой прям берешь на себя и вверх по часовой не смотри смотри вот так смотри берешь или вот сюда мне смотри смотри берешь там раз вот так сделал да вот я может просто стать но ты ее рукой уже просто под это все в третью дырку сюда спринтуешь короче у тебя ты шпин 3 я 4 спринта они всегда лежат на таких полах края поставим или сюда мешка 3 дырка как точно как на той стороне чтобы не перекачивать не перекрашивать этот трейлер все выровнял ровника теря пускай тоже сейчас ты сам сделаешь и ты уже понимать будешь эту штуку не замотаешь какую вы каждый раз на столько током перчатках я его хапку взял она работает зачем мне учет ее смотаешь и нас будет сюда и ты сгорит мотор у меня уже один раз играл все теперь просто рычаги не трогает а теперь просто рычаги на себя они тяжелые они сами по себе идут к отпускаешь напряжение типа все теперь этот все они стали все а средние не надо не на ты его поднял она сама пусть ты короче все сделаешь и пинты что потом опустил их и все на тега лески на гидравлике не держал надо все все бывает ты когда на всю поднял их понял на всю поднял и ты долго они долго опускаются мысли поставишь стал 15 раз все это ломается очень быстро я точно такой свечи разные свечи кнопки стал все осталось выше такой вот он до спор стоит видишь красная окисляется станет и бесполезно бесполезно вообще бред пол надо что-то придумать heavy duty чтобы не окислялась там маслом залить его солидолом да уже сделать конкретно короче я уже портать уже сделал все перчатки залаживаем идем мыть руки посмотрим там пару селесов на дилюска короче поедем как впечатление расскажу как как те первые первые два дня кархолинга работать будешь или на рифе свалишь это как я на стекло вату короче пришел работать день день поработал там сказал но мне понравилось а я как бы но альтернативу даже не рассматривал я думал что траки только машина возит и так тут и остался и слава богу если бы на рифер пошел бы это ханатышу я боже на не влазил бы между этими двумя столбами которые здесь есть вот такой 550 селос конечно красава стоит 2014 года скорее всего лишь поехал сейчас будет выезжать простить кого траву нам отсюда так 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 и выехать туда посмотрим сейчас посмотрим чтобы а бамблби чуть-чуть туда и вот так назад назад чуть-чуть а и и и и и Фуууууу Ань? Ну давай иди Очень хорошо! Мне нравится Сейчас заправляемся на 100 галлонов А? Все, доливай его Его поднимаешь, чуть-чуть доливаешь Вот так, чтобы не выплескивало Знаешь, так контролирует Не на всю напор Заправляемся 100 галлонов Чтобы можно было сейчас Шаур взять здесь, в Колумбии На пилоте мы Спокойно все, нормально Воскресенье Людей немного Движение Минимальное, это завтра будет уже по Флориде Загрузка у нас нормальная такая В общем полтора часа, наверное, мы справились Да, наверное, час даже Все это дело поразгрузили Супер, конечно, быстро так все это прошло Хорошо открыто было Я вылазил, ребята, на Дракстапе Такая парковка с бордюрами И, короче, на 5 метров вылазит кабина Если кто-то выезжать будет, то Рубанет точно Пилот с Колумбия, Саус Карлайна Вот такая вот ерунда Слишком длинный прицеп наш Идем, короче, кушать Кушать И на Флориду Проверяем, где свистит, короче Свистит, оказывается, на зеркале эти штуки Там дырочки Оно как в гильзии Оно как в гильзии раздувает Любая Подсвистывает Да, вот эти боковушки Вообще я не так себе, как бы Но Создают шум Едем по Саус Карлайне За угол залетаем А тут такая пробка Вообще жесть Наш конкурент Смотрите На стаблике стащат Машины А? Для чего? Дядя Забираем новую пятерочку Е-драйв То есть семерку перевозил А это 530АЕ Смотрите, какая красавица Ага Смотрится, как семерка по длине Конкретно Длинная, страшно Сейчас, условно, бампер будешь смотреть Чтобы не цепануло Потому что реально Низко Да Машина, конечно, огонь Очень крутая Наверное, поправим чуть-чуть этот Пошли Вот так Все Тут зарядка стоит Салон коричневый Очень красивый Такая, ребята Пиано-блэк цвет Под дерево Сиденья шикарные, конечно В общем Черная крыша Новенькая, да? Новая пятерка, конечно Бомба Так, все Ну, что я Заглохла, что ли? О! Смотрите, как красиво Терень В медиа тут Вот такая Нет, очка, огонь Ну, выберем Уровень Так, мы на следующем объекте Это у нас уже здесь Вот такая вот ситуация Стоим посреди дороги В правой линии В правой линии Сейчас нам привезут машинки Здесь construction идет Ребята работают Загородили, короче, немножко Квартиры Обалденные Нулевые квартиры тут уже В общем, что мы забрали Jeep Mercedes ML Mercedes GL И BMW Все тяжелые тачки BMW пятерка Вообще нулевая О! Осталось сейчас нам еще три машины Но две из них мы забираем здесь Это Tesla Это BMW X3 Вот И потом в Мельбурне Hyundai Sonata И все, мы едем домой Смотрите какая Tesla Оп Так что такие дела Интересно, сколько такая квартирка стоит Здесь А, кстати, тут можно лизинг Тут покупать не надо Broadstone City Center Now Leasing Да А вот смотрите стоит электричка местная Поезд, видите, это вокзал, короче, их Красивый такой Линия называется Bright Line Она между Майами ходит там, я думаю По Флориде по всей Такое, где-то вагонов раз, два, три, четыре, пять Э Э Чего не работаешь? Ты хоть ходи туда-сюда Ха-ха-ха Я говорю, пусть работать Да, ну бэха вообще просто огонь Такая Главное, чтобы ее не зацарапать где-то Она такая новенькая Электро Она низкая более-менее, я думаю, будет нормально В общем, это у нас Вест Палм Бич Флорида Ждем загрузки МЩ поставили Сейчас Tesla внутрь туда Tesla у нас красная в этот раз Вот такая симпатяга 2000 какого-то года Model S Model S 85 P85 Такая тачка Широкая, страшная В общем, как обычно Сейчас передам ее Она не открывается Она открылась Она много раз подергает Заедает тетка сказала У нее что-то это Штука 52 маль батарейка вообще разряжена Законная 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 Тоже баксочки Всякие сумочки Ну и молодцы Хоть не сильно ее так Как говорится Запихали Все Эти, как на Мерсе точно Да Это если вот эта штука Как на Мерсе Еще раз покажу Все, Руслан там регулирует Все, последняя машинка, друзья Хандай Хандай, Хандай Хандай Соната Забираем И едем домой Сегодня вообще буквально за пару часов мы закидались С Русланом А это пенсионный район Здесь живут одни пенсионеры Видите, маленькие такие дома с навесом Флорида Здесь всегда тепло, хорошо Улочки такие широкие Супер, конечно Видите, тут перевозят люди Цветочки свои, вещи Сейчас мы загрузим, а там сбоку я запарковался В общем работа кипит Вот такой вот красивый трачок Кенвард Посмотрите, как называется Компания Паша тракет Паш, у тебя сайт бизнес где-то? В Иллинойсе или где-то? А, Сауст Каролайна Вот такая вот красота Классно Кенвард Кенвард W900 Называется А вон наш стоит Зёрпенький Красавчик Ну да, они все в очереди стоят Такая очередяка Прям за последним треком закрылась весовая А у нас байпэс, мы с Козняком прилетаем У нас VIP Хе-хе-хе-хе Очень хорошо, когда есть припэс Вон они У нас Георгий на трак Ваш Сейчас помоем Ламборгини Ох, глядя Трейлер Пойдем на Петро перекусим И поедем дальше Сауст Каролайном Почти много С Каролайн Здесь студент снова снова бой выезжай чуть больше правее ну типа не сильно, чуть-чуть чтобы не задеть не тоннуто протягу максимально выезжаем, учимся выезжать с парковки надо еще бы максимально нормально? не цепанули? я сразу почувствовал бы, я думаю хотя мы когда сбили зеркало, я помню, с Жегой это мы не почувствовали мужик зато почувствовал, погнался за нами да, погнался говорит, алло, вы куда? мы говорим, сори договорились оплатили ему зеркало на месте и поехали дальше в общем, выбираемся с Южной Каролины сейчас скоро будет Северная Каролина она будет, наверное, заехать купить этих на 4 июля в Fireworks, да? там, на South of the Border сейчас прямо и направо флаги также опущены после перестрелки в школе они не поднимаются, слушайте в Америке вообще кто-то беспредел за этим трактом выезд так, стекло чистое все нормально тут можно заворачивать нормально смотри, радиус и там, если выезжаешь например, там широко, да видишь, то ты можешь прям и с краю поворачивать потому что по-любому пройдешь короче, у Руслана уже опыта 5 часов да, нет 5 часов ты проехал до второй ель у тебя где-то 8 часов драйвинга уже есть нормально вот сейчас тут нам еще 6 осталось вот как раз сегодня 6 доедешь и будет у тебя уже 14 full working day как говорится полторы с ними здесь направо на стопе там мази подъезжай подъезжай не, 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 не право не слушай чуть-чуть она тебе сейчас наговорит погнали погнали вот видишь North 95 по знакам короче ориентируйся а на на Виге все вообще не смотри сюда получается саванна а нам на Фейтвилл сюда налево North North в Бостоне уже должно быть разгружаться нужно будет продать это наверно тормознуться и перегрузить все даже поставить как они должны быть и все давай давай за руль за руль ты видишь чувствую чувствую радиус это слишком даже лучше больше ну как бы да поначалу а потом ты будешь понимать что это слишком все газа в полик и пошел с левым поворотником поворотник заранее лучше включая потому что что-то тебя видели вон вон интернашинал дилерская видите как у Жаки продается только черный интернашин новая аута в общем погнали погнали вон вон уже по 95 в сторону Бостона сегодня наверное разгрузимся а завтра уже выйдем назад на Майами это будет конечно огнище если сегодня все успеть давай братишка заезжай 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 да я ему поморгал просто с воротником еду да Балтимор конечно это мегаполис еще так пробка пробка здесь на платке прям говорите так нормально народу здесь конечно Балтиморе много но тут рядом вашингтон Балтимор скоро Нью-Йорк восточного бережья просто население одно villains кто не пробisse но как вон вон ин вон Мегаполис Нью-Йорк-Сити, хорошую погоду просматривается, просто идеально, Манхэттен С этой стороны у нас уже города, находящиеся в штате Нью-Йорзи, Петерсон и все такое, Нью-Йорк, Джорси Субтитры создавал DimaTorzok Едем, слушаем музончик, напарник спит, башки напялил, типа смотрит Это сам спит, продвигаемся потихоньку по Нью-Йоркси на Коннектикут и на Бостон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok